Привет, народ! С вами Дружи Сафронов. И сегодня так получилось, что мы будем делать обзор на Бургер Кинг. Да, посмотрим, тёплые ли продукты, нормально ли они доехали, вкусные ли котлетки и кладут ли достаточное количество салфеток в Бургер Кинге. Нет, на самом деле мы сегодня посмотрим все игрушки, которые были в Бургер Кинге. Есть в моём Бургер Кинге. Их там действительно оказалось много. Не нужно искать по множествам Бургер Кингов. Да, не все-все-все из серии в наличии, но прям очень-очень много. Реально, в одном Бургер Кинге 9 видов игрушек, и прям они там есть. И давайте на них взглянем. Стоят эти игрушки дороже, чем в Макдональдсе. Сейчас объясню, почему и в каких вариациях. В таких же хаппи-миловских обедах, джуниор-обеды, только они называются, как видите, поставляются на них. На этой коробке всякие игры, лабиринт, какая-то вот тоже лабиринт, по сути. Найди одинаковые наггетсы, два-вторая игра. То есть две игры у нас здесь. И вот такая вот коробка, которую можно сложить и разложить, положить туда еду. И вот, собственно, вот игрушки, которые из-за чего, из-за каких игрушек я, собственно, поехал. Я поехал вот из-за этих. Ну, не конкретно из-за розового, но именно из-за Power Rangers. Power Rangers это, ну, мало того, что это трэшовый, кринжовый, ужасный, отвратительный сериал моего детства, который мы очень все любим, потому что, ну, не знаю, это воспоминания о этой трэше, которая творилась. Еще в детстве было понятно, что это трэш, что картонные дома, резиновые поролоновые костюмы, что никакого сюжета, какие-то подростки, было, короче, это... Но это было весело смотреть, очень весело смотреть. Поэтому кучу раз их там, этих могучих рейнджеров, перевыпускали, перезапускали, делали подобные различные фильмы и сериалы, и все какое-то такое. И сейчас перевыпускают, и будут перевыпускать. Ну, поэтому такая классическая какая-то вот такая история. У меня же здесь вот сейчас получается такая вот фигурка Power Rangers. И сейчас я вам расскажу ее фишку, фишку этих фигурок. Посмотрите на фигурку Power Rangers. Она сделана не очень круто, она сделана весьма примитивно. Вот такая вот маленькая туловище, примитивная покраска, которая и то с косяками, и огромная голова. Голова, кстати, может что-то... А, можно вот так бить головой. Драться головами можно. Здесь еще есть какая-то вот такая странная функция для драчки головой. Что, зачем это нужно, я не очень понимаю. Но, наверное, драчку устраивает. То есть поставил одного. Бам! Кто кого. Ну, хотя, кстати, забавная механика. Смотрите. Бам! Бам! Если они там все так могут делать, то можно... Не знаю, зачем. Зачем? Тут там вот реально резинка, которую вот так вот оттягиваешь. Бам! И она бьет головой. Что прикольно, кстати. Не знаю. Посмотрим у других обязательно. Но, в целом, вы видите, да, качество оставляет желать лучшего. Но, в целом, нормально. Голова сделана нормально. А эти косяки с покраской можно исправить. Дело в том, что цена такой фигурки, одной вообще игрушки в Бургер Кинге 150 рублей. В Макдональдсе, по-моему, подешевле. Там от 65 до 85 рублей. В зависимости от Бургер Кингов, Макдональдсов, везде цены разные. Я говорю, вот в моих ближайших. Вот. Поэтому, наверняка, в ваших могут цены отличаться. 150, если ты берешь отдельную игрушку, и 80 рублей, или около того. Ну, в общем, не дороже 90 рублей, если ты берешь игрушку с обедом. Получается тогда выгодным. И вот представьте, что это такое. Это же, друзья мои, считайте, фанка-поп-фигурка за 150 рублей. Не за тысячу, как у нас продают, а за 150. Да, меньше, похуже качество. Но вы посмотрите, по размеру она такая же. Я много фанка-поп-игрушек, фигурок. Я сейчас посмотрю, может быть, где-нибудь у меня есть. Нет, не вижу, не вижу, не вижу. Вот. Но вы можете посмотреть ролики. Она примерно такая же по размеру. И это тоже головастик. Можно даже сказать, что башка тряс. В общем, смешная, прикольная фигурка с любимым персонажем. Всего за 150 рублей. Поэтому я и поехал за ними. Ну и взял остальные уж для порядка, чтобы посмотреть, что там за игрушки. Следующий пауэрэнджер. А, у них у всех разные фишечки. Они по-разному. Жаль, врагов нет. Хотя нет, наверное, враги все же здесь у них есть. Следующий рейнджер вот в таком костюме. Видите, немножко по-другому стоит. Позы у них разные. Правда, не очень клевые вот эти вот шестеренки. Ну и вообще лучше поставить вот как-то так. Но в целом у него прикольный внешний вид. У него удар карате. Удар карате. Вот видите, рука поднимается и опускается. То есть у них у всех разные приемы. Можно бить каких-то врагов. Придумать вначале себе врагов. И потом их бить. Здесь голова не поворачивается. Прикольно сделано. Нет, головы постарались не накосячить. Не значит в остальных как. Может быть в руках можно. Можно, кстати, попросить и выбрать там на Бургер Кинге. Если позволяет там очередь и вас не убьет толпа, то вы можете по уголочке встать, где-нибудь попросить и выбрать, посмотреть. Пракетики-то прозрачные. Я просто поторопился. Взял и сказал, дайте мне каждую игрушку. Ну по одной штуке каждой игрушки. И вот мне выдали аж 9. Я не был готов на самом деле к тому, что мне выдадут 9. Но мне их показали. Сказали, вот, вы берете. И говорю, ну да. Конечно, раз такое дело оказалось. Вот 3 рейнджера из 5. То есть еще 2 где-то либо будут, либо все-таки нужно где-то их искать. Здесь, а у этого тоже с головой, по-моему. Нужно их все-таки будет искать. Но в целом ассортимент игрушек в одном Бургер Кинге огромный, что прикольно. Это ни в коем случае не реклама Бургер Кинга. На вкус цвет. Все фастфуды разные. А можно и вообще не есть в фастфуде. Питаться только зеленой травкой луговой. И биться об стену головой. Можно все что угодно делать. Я про игрушки сейчас рассказываю. Итак, вот, да, этот рейнджер в такой же позе, смотрите. Ну вот здесь вот, да, халтура чувствуется. То туловище прям одинаковое. А вообще один в один головы разные. Но головы разные. Что радует. В принципе, ну, стойки у них могут быть одинаковые. И удар, соответственно, одинаковый. То есть, ну, по идее, они могут сражаться друг с другом. Вот так. Ну, по идее, она может с этой головой сражаться вообще с кем угодно. Вот у этого все-таки послабее удар. Что это такое? Голосуя, а то проиграешь. Так, стоят еще не очень. И... Да, не, нормально. Слушайте, прикольные функции. Даже как игровые фигурки отличные. Двинуть. Причем это не мешает никакого рычага. Я не люблю, когда у игрушек... То есть, когда их нельзя просто поставить на полку и любоваться. Когда у них какие-нибудь рычаги, какие-нибудь кнопки огромные, выпирающие. Вот. Здесь же все как бы скрыто. Все функции скрыты. Вот прям в фигурку. Здесь тоже все вот с головой. Вот они, видите, постарались. И будет детализация нормально. И покраска почти не накосячена. Можно улучшить. Но это не наклейки, как у пауков ужасных из Happy Meal, которые вот отпугнули. Хоть мне и интересны были фигурки на картинке. Но когда я увидел, что это наклейки, которые будут отклеиваться, которые будут отслаиваться. И вообще они теряются. Детализация. Нету выпуклых там элементов. Нету каких-то интересных элементов костюма. Но ведь фишка в костюме не только в гладкости его, но еще и в каких-то деталях. Когда вот чем они отличаются, да, вообще? Какими-то небольшими деталями костюмы. И делать их полностью одинаковыми, очень странная тема. То есть одинаковые формы и только наклейки разные. Ведь можно было... Ну, я считаю, что можно было и нужно. Вот мое мнение. Мне игрушки из Макдональдса не нравятся настолько, что я даже не стал делать обзоры и не буду. И покупать себя в коллекцию не буду. Хотя мне нравятся фигурки Человека-паука. Они тоже там чибики, такие головастики. Пау Рейнджерсы намного круче. Мне понравились. Вот следующая история. Тут почему-то обидно мне было, что этих три... Может, один закончился какой-нибудь. Но еще в этой коллекции есть... Как это? Как ее? Господи. Как их? Я забыл. Как их? Как их? Как их? Мириклаус. Короче, это... Как это? Господи, боже мой. Как это называется? Мираклус. 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 Не знаю, что это за муки странные. Это что-то похоже на Леди Бака. Может быть, это и есть эта вот история. Не знаю. Вот похоже, да, божья коровка. Наверное, это и есть Леди Бак. И смотрите, какие странные фигурки. И вот здесь уже наклейка идет. Она сразу наклеена. И здесь вроде бы тупо головы. Но если мы вскроем этой фигурке голову, вот так вот, как-то сделаем, как-то сделаем вот так, то внутри увидим туловище, почему-то прячащееся внутри. Я не знаю, по какой причине. Просто в других ситуациях обратно убирать его я не вижу. И мы просто получаем... А, вот как это должно работать. То есть, я бы понял еще и такую функцию. Я не знаю, может, по мультфильму они превращаются в огромные головы. Я бы еще понял у Пауэрэнджерса. То есть, такую функцию. Ну, вроде как какая-то трансформация во что-то, превращение, волшебные силы, все дела. Но здесь я... Это смешно выглядит и классное. Ну, такой бы каким-нибудь трансформером, каким-нибудь черепашком ниндзя. Я не знаю, кому можно придумать выползающий, то есть, выкидывающийся, откидывающийся... Вот, правильно, как это делать. Откидывающийся торс. Выглядит прикольно. То есть, смотрите, работает вот прямо отлично. Раз, закинули, закрыли, открыли. Опа, все, готово. Выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Жаль, наклейка, но в целом фигурка тоже хорошая. Ну, для тех, кто любит вот эту серию, наверняка, ну-ка, по устойчивости проверим. Ну, можно найти, баланс найти можно. Следующая фигурка. Следующая фигурка. Вот такая, да. Здесь видите, как у них волосы выделены отдельно. Еще есть какие-то такие различные сверху могут быть элементы. Или какие-нибудь уши. К сожалению, вот видно прямо, что наклейка и это портит вид. Ну, странная вот эта тема. Единственное, что это использовать как какой-то тайник. Что-то сюда складывать. Я не знаю, вряд ли кто-то будет досматривать голову супергероя, если у вас он будет стоять на столе. И вы всегда можете конфетки, которые вам не разрешают есть при диабете. Ну, тогда, может быть, и не стоит. Ну, в общем, вы поняли. Покрас вот туловище, как видите, тоже очень-очень примитивный. Краска вот здесь вот заходит. Все дела. Всякое такое. Вот такая вот лисичка, сестричка. Я не знаю, для чего я столько взял этих штук. Я просто решил посмотреть на все. А можно всех посмотреть? Ну, вот. И посмотрел на всех. И еще одна штуковина. Вот этот прикольный головастик без всяких выступающих элементов. Просто такая... Вот этот классный. Он, я не знаю, кто это, но у него как-то это обосновано, что он какой-то такой необычный чувак. Опа! Чпоньк! И вот так вот трансформировался. Ну, в общем, забавные игрухи. Вот. Даже за 150 рублей. Да. Даже. И это тоже напоминает фанка-поп. То есть, если вы любите вот эту серию, вот эту какую-то эту серию, то, соответственно, то, соответственно, вот. И да, это вот Леди Баг. Она же, да? Она же, посмотрите. Божья коровка, да? Это же этот мультфильм. Ха-ха! Серьезно. Я что-то вообще сейчас вот-вот-вот сейчас упустил этот момент. И... Ну, возможно, да. Да. Да, возможно. Я думаю, что вы мне напишите в комментариях. Или я посмотрю название ролика, тогда это будет. Ещё странные дырки вот здесь у них есть. Смотрите. Я не знаю даже для чего эти дырки. Для того, чтобы не задыхался пластик там внутри. Вот эта резина. Резина, потому что это резина. Такая плотная. И вот как бы... Как бы зачем? Ну, что можно головой компактнее. Но куда компактнее? Для чего эта компактность нужна? То есть, какая-то функция должна быть... Ах, ладно. Всё. Не буду я заморачиваться. В общем, есть ещё там внезапно для себя. Они мне положили на стол вот две такие штуковины. У них, мне кажется, ощущение мне, что это осталось, скорее всего, с лета. И просто они лежат. И вот сама серия у них вот этих вот фигурок. Но ещё у них есть. И вот такие вот штуки. И это нёрф, друзья мои. Реально настоящий нёрф. Наклейка нёрф. Не подделка. Это маленькие такие штучки. Нёрфы по 150 рублей в Бургер Кинге. Чуть не сказал фикс прайс. Нет, по 150 рублей в Бургер Кинге. И они ещё и комбинируются. Смотрите, какая же история. В общем, этот нёрф, вот этот нёрф. Ну, я показывать сейчас его работу не буду. Но в целом, потому что я здесь всё запилюкаю, это явно такое прыскалка, пшикалка. Это, как это называется? Как это называется штуковина? Как правильно назвать? Вы же у меня опять умный. Вот водяной пистолетик. Вот, что-то у меня сегодня с воспоминаниями. В общем, водяной пистолетик, в который куда-то там заливается, скорее всего, вода. Наверняка. Инструкции никакой не предлагалось. Может быть, сюда, может быть, не сюда. Куда заливается вода? Может, она набирается. А, она, наверное, набирается, а этой выплёскивается. Этой набирается, этой выплёскивается. Скорее всего, так и работает. Вот такой вот маленький бластер ОКТ. Спасибо большое. Спасибо, спасибо за тёмный экран. Очень приятно. Вот, наверное, она на звук пришла. Тебя этот звук интересует. Ну, в общем, вот такой вот, значит, из серии Супер Сукер. Это, знаете, водяные бластеры в Фикс Прайсе. Извини, пожалуйста. Так, и есть ещё вот такой. Есть такой второй бластер. Ой, Панечка, уйди, пожалуйста. Пожалуйста. Не, не, не. Лучше мордочка в кадре, чем чем-то ещё. Вот. И есть ещё вот такой бластер, который, он, к сожалению, без стрел. Я не знаю, почему они решили так сделать. Но вот из серии Нёрф Элит, причём, вы знаете, явно здесь должны были быть, наверное, стрелы. Но по какой-то момент они передумали и сделали вот такую странную историю. И он делает вот так. Ну, просто вот первый Нёрф, который небезопасный, если выстреливает, ну, пусть недалеко, но довольно уверенно выстреливает пластиковой ракетой. Она просто пластиковая. Это первый раз такое я вижу в Нёрфе. Обычно это какие-то, какие-нибудь китайские там подделки и всякое такое. Но чтобы в Нёрфе это было, просто вставляете и... Это довольно забавно. Я не знаю, с чем это связано. Ну, видите, не сильно даже. Не сбил сейчас. Вот сейчас сбил. То есть, с чем это связано, почему они решили здесь без стрел обойтись? Ну, наверное, так дешевле сделать процесс. Хотя там тоже пружина. Могли сделать с одной маленькой стрелой. Здесь-то сделали, что он не... Чем-то, кроме воды. Пуляется. Нет. Так вот, эти штуки можно комбинировать между собой. Вот, собирая такую штуковину. И по всей видимости, можно еще вот так. Я не знаю, были ли еще. Но вот можно, видите, как... Можно вот так вот держать. Пулять-пулять водой. Потом, бам! И выстрелить вот таким бластером. То есть, ничего себе. За 150 рублей. Крутые игрушки в Бургер Кинге. Вот нерфы вообще мне понравились очень сильно. Ну и Power Rangers. Еще раз говорю. Funko Pop стоит 10 долларов. Ну, то есть, как бы, да, в районе там 600 рублей. Там 9-8, можно... Ну, 500-600 рублей для американцев. У нас они стоят в районе тысячи-полторы. На всяких распродажах, на всяких фестивалях. Их продают и за 2 даже тысячи. Какие-то более редкие. Ну, естественно, они есть подороже. Там у них и за 15 долларов, и за 20 долларов большие фигурки. Все понятно. И Funko Pop, и Головастики. Вот. У нас такая цена неоправдана, да. У нас, учитывая, что 10 долларов при средней зарплате. Я опять эту телегу свою начинаю. Но в конце выпуска, наконец-то, в этот раз уже можно выключать. Если кому не нравится. В общем, при средней зарплате в 3 тысячи долларов в Америке, у американцев она стоит 10 долларов. Получается, что у нас она при средней зарплате в 30 тысяч рублей, она должна стоить по покупательной способности. Но не она, а такая же игрушка. Funko Pop должна стоить 100 рублей. Чтобы мы могли купить столько же игрушек Funko Pop, сколько американцы могут на свою зарплату. Вот так считается. Поэтому у нас они должны стоить не тысячу, а 100 рублей. Чтобы мы могли купить. Вот. Ну, из-за того, что к нам, во-первых, они стоят не 100 рублей, а 600. Во-вторых, они привозятся сюда, передают, перепродаются. И продаются у нас уже за тысячу-полторы-две. Вот. Funko Pop настоящие. Ну, подделки, понятно. Китайские вонючие, кривые подделки будут стоить, может быть, и 300 рублей. Но все равно это не 150. А тут 150 официальные Power Rangers. Официальные фигурки. Burger King не просто так. Вот видите, даже кошечке нравится. Вот такие дела. На этом все, друзья. Все. Видимо, она говорит, что выпуск пора заканчивать. И мы заканчиваем. Такие игрушки, фигурки сейчас в Burger King. Прямо сейчас. Пишите свое мнение, как вам кажется. Мне кажется, что очень удачная серия в Макдональдсе с Пауком. И очень удачная серия с могучими рейнджерами в Burger King. На этом все. Пока.